Приветствую вас, Юлия. Вы мне задали свой вопрос. Не написали, чего хотите от психологов, собственно говоря. Вот, поэтому, наверное, это первое, что нужно вам сформулировать. Вот, какой у вас вопрос к психологам. Потому как ситуация, конечно, не самая хорошая. Ситуация достаточно серьезная, ситуация достаточно тревожная. Вот, и, в общем-то, я полагаю, что ваш муж, он относится к вам таким образом уже не первый день, да, не первый год. И когда-то вы пережили измеры с его стороны, вот. Но как-как-то вот это не было, да, в полной мере, ну, отреагировано, скажем так. В полной мере это не было отреагировано вами. И, в общем-то, обиды остались, неприговоренности остались. Проблемы, которые у вас были, вероятно, остались тоже нерешенными. Вот, и, в итоге, сейчас мы имеем то, что имеем. Просто вы себя чувствуете ненужными. Вот, ну, хочется спросить, а как вы, собственно говоря, сами к себе относитесь? Хочется спросить, а как вы сами себя видите, что хотите быть нужной своему мужу, но не хотите быть нужной себе? В какой вклад, хочется спросить, вы вносите, вы вносите в, ну, в ссоры со своим мужем, опять же. То есть, что вы делаете для того, чтобы снова и снова формировался скандал, вы говорите, что общение с ним похоже на собачий лай. Вот, ну, так что в этом же собачьем лаю участвует и вы. Если бы вы не участвовали в собачьем лае, то его бы не было. Или, как минимум, он был бы гораздо меньше. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что, по факту, по факту, вы как будто бы делаете всё для мужчины. Как будто бы, вот, как будто бы всё, что вы делаете, вы делаете для мужчины. Здесь нет ощущений, что вы делаете всё для себя. Такое ощущение, что вы всё делаете для мужчины и ждёте от него какой-то такой вот обратной связи. Вот. И никак себя не цените вы, никак к себе конструктивно, позитивно, ценностно не относитесь. Вот. А это, на самом деле, очень важно. Очень важно, чтобы вы относились к себе ценностно, очень важно, чтобы вы относились к себе целостно. Очень важно. Потому что, если этого не будет, да, вот, то ситуация будет крайне-крайне негативной. Ну, вы сам увидите, к чему всё это приводит, то, что сейчас происходит. Вот. И, в общем-то, ну, не отграничить, да, отграничить и отделить себя, свою ответственность от того, что делает мужчина. Вот. И, начать заботиться о себе самостоятельно. И, для начала, оценить, а, для чего вы делали всё, что делали. Для чего вы входили за него замуж, для чего вы прощали его измены. Вы говорите, что делали это ради, ради любви. Вы говорите, что вы делали это ради любви, которая, как вам кажется теперь, у него к вам нет. Но, получается, в таком случае, что ваши отношения определяет только его любовь. Получается, что вы сами, никак ваши отношения не определяются. Ведь когда-то, когда-то, вы, я уверен, соглашались на то, чтобы, ну, например, жить в тех условиях, в которых вы живёте сейчас. Когда-то, вы соглашались на то, чтобы, эээ, ну, с детьми взаимодействовать, эээ, на тех условиях, на которых вы это делаете сейчас. Вот. И так далее. То есть, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что очень важно, вот, оценить ту степень ответственности, которую вы сами реализовываете в своих действиях. Своими действиями. То, получается, что обвинения идут, эээ, на мужчину. Вот. Но вы, как будто, во всей этой, эээ, в ситуации, очень ведомый человек. И, может быть, вы ведомый человек. Но, в таком случае, вам данный, данный факт, тот факт, что вы ведомый, желательно бы признать. Оно получается, что, вроде бы как, вы ведомый, но вас это не устраивает. Вас не устраивает тот факт, что вы ведомый. Я не думаю, что для вас это, эээ, прямо что-то очень хорошее. Я думаю, что вам, как раз таки, это очень сильно мешает. Я думаю, что вам, как раз таки, это очень сильно, эээ, не позволяет жить, эээ, ну, вот, своей, ээээ, ну, жизнью. Вот. Это то, что я вижу. Дальше. Значит, вы пишите, я в отчаянии. По сути, вы, ээээ, описываете, по сути, вы описываете, ээээ, состояние тупика. Так? То есть, это очень похоже, я полагаю. Состояние тупика. То есть, когда вы, вот, вообще не знаете, ээээ, что вам делать. Дальше. Это очень похоже на психологическую игру. Эээ, тупик, она так и называется. Вот. Покологическая игра, тупик. Эээ, вы можете почитать про эту игру, про игру тупик, вы можете почитать в интернете. Она есть там. Чтобы вам лучше, ээээ, понимать, о чём идёт речь. Чтобы вам лучше отдавать себе отчёт, что конкретно вы делаете. Если вкратце, то вы завели своими действиями себя в такое состояние, в такую позицию, вот. Что, в ней нет выхода. И это, ээээ, парадоксальным образом снимает, ээээ, с вас ответственность за то, что вы делаете. В вашей жизни. Вот. 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 Важно понимать. Вам важно осознать, что вы сначала, получается, позволяете людям что-то делать по отношению к себе. Ну, в данном случае, речь идёт о мужчине, да? Вы мужчине, позволяете что-то делать. Эээ... По отношению к, эээ... Себе. А потом, вы его же за это обвиняют. Потому что мне сложно предположить, мне сложно предположить, что если бы вы, изначально, относились к себе ценностно, если бы вы, изначально, защищали свои интересы и свои личные границы, то, эээ... В таком случае, ситуация была бы такой, как она есть сейчас. Я сильно в этом сомневаюсь. Ну, потому что мужчина был бы приучен к тому, что вы себя бережёте. К тому, что вы относитесь к себе ценностно и к тому, что какое-то неподобающее к себе отношение вы бы не позволили. Вот. Ну, раз вы это делаете, раз это то, что вы делаете, то почему бы и ему не делать то же самое по отношению к вам. А мы живём в чужой стране, пишите вы. Тоже довольно интересное высказывание, что вы живёте в чужой стране. В том случае, что сейчас всё значит чужая страна, если вы, ну, приехали в неё, если вы выбрали её в свою страну, я имею в виду. Вот. Почему же, эээ... Почему же она... Чужая. Если вы её выбрали. Это несколько... Странно. На мой взгляд. То есть получается, что это страна, в которую вы не... в которую вы не хотели. Это страна, которая вам до сих пор не нравится. Это страна, в которую вы до сих пор не оделись. Вот. Ну и... Такое. Всякое такое. Правильно я понимаю. Почему чужая эта страна? Интересно. Никто сразу не представлял. Я надеюсь. В неё переезжает. Дальше. Эээ... Так он работает и ездит не дома. Как... Как это... Ну, как это происходило? Ни моральной, ни физической поддержки нет от него. Она... Она должна быть моральная поддержка? Моральная и физическая поддержка. Почему вы считаете, что он... Она должна быть поддержкой? В чём должна быть поддержка? Должна быть поддержка. Если вам в чём-то нужна поддержка, значит вам тяжело. Если вам тяжело, значит вы взяли на себя больше, чем может. И возникает... Сразу возникает вопрос. Сразу возникает вопрос. Что? А почему... Так? Почему так? Почему так? Почему вы берёте на себя больше, чем можете, например? С чем это связано, например? Что вы берёте на себя явно больше, чем, например, ну, чем вам комфортно, да? Чем... Чем вы можете... Выдержать и так далее. Как бы... Нервный срыв, да? Который... Вы испытываете... Который вы испытывали... Несколько раз. Он... Как бы намекает на то, что... Вы берёте на себя... Слишком много. И... На мой взгляд... На мой взгляд... По-моему, мне... Нужно разнообразно. Так. Так. Вы что? Что вы организовали... Распределение обязанностей... Для себя... Крайне неудобно смотреть. Вот. Я вас, опять же... Не обвинял. Я... Не хочу... Чтобы вы... Думали... Что я вас обвинял. Просто речь идёт... Именно о... Понимании... Об оценке... А... Об определении... Об определении... Об определении... Отношения... В... 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 Себе. Вот. Понимали? Дальше. Так, значит, только требует, чтобы я его поддерживала, терпела и понимала, откуда у него чувства, откуда у него знание, что он может на это рассчитывать, откуда у него чувство, что вы можете ему это дать. Важный момент, мне кажется, вполне, ведь чтобы что-то требовать, нужно быть уверенным в том, что вам могут это предоставить. И тут-то как раз и получается такая ситуация, что мужчина уверен в том, что вы ему это предоставили, может означать что-то в вашем поведении ему подсказало чего от вас ожидать. Ну вот, это ключевой момент, ну, точнее, один из ключевых моментов. Так, дальше, значит, что он вкладывает деньги в машины, в перспективе, что он когда-то заработает, но в то же время должен быть полный холодильник, при этом потратить на минимум денег. Ну, это опять же, это всё его, а где вы есть? Где-то у него, я могу лишь просить деньги. Опять же, в начале отношений вы всегда как организовали, почему-то. Обвиняют меня в инициативности, он не говорит, чего конкретно от меня идёт. От чего вы хотите сам? У меня уже, даже в меня уже дважды за месяц случился срыв, я выпустил на него все эмоции, из-за чего пережила жуткие мигрения, а из-за чего срыв случился? Делать ничего не хочу, хочу только спать. Это депутативное состояние, с ним нужно работать и работать с потребностной сферой. Если бы не деться, я бы не вставал в кровати. Это означает, что вам, опять же, для себя ничего не надо. Ему всё равно. На что именно. Если он обвиняет вас без инициативности, значит ему не всё равно. Если говорить, что это больше похоже на собачьего человека, чем на разговор. Психологически игра в скандал. Почитать. Меня раздражает его присутствие, его голос, потому что отнесет вам угрозу. В чём? Нужно смотреть. Вновь вспоминается вся гадость, которую он сделал, как гулял и изменял не один раз. Почему вы терпели? Я так и не могу простить, хотя думал, что могу ради любви, которой мне гадость у него ко мне не было никогда. А разве здесь дело в его любви, а не в вашей? Он только издевается, потому что вы позволяете. Вопрос в том, почему вы позволяете. Суримов повторяет якобы в щитку, что он любит только своего детей, и я в своём месте исполнил, и не должна ничего хотеть от него. Что я его рабыня. Отдалкивают, когда хочу обнять. Никогда не целуют. Я чувствую себя абсолютно не нужным. Ну, здесь у вас явная проблема с самооценкой, Юля, которую нужно также корректировать. В целом, это похоже на созависимые отношения, где вы ненавидите своего мужчину или, по крайней мере, видите, что он причиняет вам достаточно ощутимый вред, но при этом сделать ничего конкретного для того, чтобы этот вред нивелировать, вы не можете и не хотите. Вот. Видите, опять же, вы говорите про то, что у вас брак на грани разрыва. Брак. Но не идёт речь про самого человека. То есть, что мы с вами и мужем общего есть. Я понимаю, брак это всего лишь брак. Опять. Ну, и я бы стал вопрос по поводу отношения к детям, конечно же. То есть, насколько вам важны дети, если они важны, ну, они, скорее всего, вам важны. Вот. Это тоже нужно определить, это тоже нужно поисследовать, потому что, ну, важный момент. Вполне вероятно, что какие-то вещи вы делаете ради детей, ну, или думаете, что вы делаете ради детей. Вот. А детям от этого только хуже становится. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Эх, спасибо. Ну, я вам то же хочу. До свидания. Спасибо. Спасибо.